Вы говорили о системе образования, о том, что мы все пишут, и поэтому мы воспринимаем. Студенты пишут информацию, мы воспринимаем. В другой Вашей лекции, Вы говорили о том, что когда не пишут слушающие, то значит они как-то, ну, их неглубоко воспринимают невнимательно. Вот я никак не связываю. Я говорю, что они пишут без подключения разума, то есть из уха сразу в руку идут. Ага. Видели отключенного студента? Да, да, да. И потом он сам не может прочитать. Вот если поднять свои конспекты, можно увидеть места, которые Вы не узнаете. Почему? Мозги были в другом месте. Поэтому объясняется, нужно чего услышать, подумать, записать, а потом, в общем-то, перечитать, вспомнить еще раз, подумать, в общем-то, через разум нужно проходить. А студенты учат просто писать. Если человек на 6 часов пишет, то он будет просто писать, он не будет думать. То есть мозги не могут так работать. Они, в принципе, не могут так работать. Поэтому мозги отключаются и идет прямая связь с рукой. Как, например, музыкант. То есть у него тоже мозги отключены. То есть я, в принципе, могу читать книгу, когда я играю в какое-то произведение. То есть я могу взять эту книгу и читать. То есть я могу баха играть, одновременно читать книгу. Проблем не будет. Потому что тело само играет. Это когда что-то забыл, надо там уже лезть. Это и то, в общем-то. Не всегда. Но можно это делать одновременно. Или переводчик. То есть он может переводить. У него мозги даже могут не включаться. То есть он может на автомате это делать. И да, то есть, в общем-то, дело сделано. То есть этот студент, он записал свои три пары. Но смысл. В мозгах ничего не произошло. Поэтому, в общем-то, без осмысления, в общем-то, без задумывания. Поэтому посмотрите, сколько мы времени тратим на вопрос и ответ. То есть 2,3 мы тратим. То есть перед лекцией мы тратим 1,3. Потом я 1,3, 4 лекции. Потом еще 1,3 мы тратим на вопрос и ответ. То есть 1,3 всего идет на какое-то записывание. А 2,3 идет на некоторое. осмысление. Если человек к этому не приучен, то просто все, там ноль в голове. То есть человек думает, что нужно просто или послушать, или записать. То есть и дело сделано, и дело не сделано. А к этому приучают, то есть телевидение, газеты, все, то есть оно вот приучает человека. И система образования, 6 часов каждый день по 3-4 пары не включать мозги, так сказать, это тяжело. Потом поэтому такая проблема с экзаменами, там еще с чем-то. Почему такая проблема? То есть человек, он не приучен долго думать мозгами. А тут надо думать вон сколько. То есть экзамен сдавать. Если человек на каждом занятии сдает экзамен, то есть ему дали тему, и он пытается ее понять, поговорить, то какая будет проблема? Мама моя была педагогом, она мне говорила, что самое главное правило перед экзаменом, это когда два студента друг другу рассказывают. То есть они друг друга экзаменуют. То есть нужно поиграть в экзамен. Моя мама была на педагогике, она вот эти вещи рассказывала, что если вы хотя бы один раз друг другу проговорите, то вы потом сдадите любой экзамен. Любой. Проговорите. Вот поэтому вечером просто друг другу ответьте на вопросы, протестируйте друг друга, и все. Даже если вы мало скажете, но вы это все равно запомните. Все равно, если вы это не проговорите, это все будет просто в голове, даже где-то записанное, на шпаргалке. Ну да, это может быть, так сказать, в образовании даст возможность там диплом получить, но в жизни это уже не поможет. То есть то, над чем мы работаем, над жизнью и смертью, тут это уже не поможет. В момент смерти ниоткуда списывать. Некуда положить шпаргалку. В момент смерти это когда грубое тело забирается, то есть его забрали. Все, карманов нет. Нет куда шпаргалку вытащить. Все, то есть остается чистый ум. Ум это вот моя реализация, то что я вынес из этой жизни. То есть уже все, шпаргалка не поможет. То есть я буду должен честно это сказать, это уже на вопросы отвечать. Если я не готов, я уже ниоткуда не спешу. Поэтому вот есть этот эффект автоматизма, это очень грустно. То есть этот эффект автоматизма, то есть там в общем-то должен чем-то как-то останавливаться. Поэтому есть такая же технология лекторской деятельности. То есть нужно там после каждого момента какую-то или там веселую историю рассказать или еще что-то. Нужно мозги шевелить, потому что мозги каждые 10 минут какой-то ступор ходят. В автомат ступор и все. Поэтому необходимо некоторое такое в общем-то. Жизнь в мозгах должна быть жизнь. Потому что мозги не хотят думать в общем-то. Разум не хочет подключаться. Потому что если мы разум подключим, нужно будет себя менять. А менять мы себя не хотим. Вот в чем проблема. То есть мы себя менять не хотим. Сегодня я с одним человеком разговаривал по поводу алкоголя. И мы с ним разговаривали. А человек говорил простую вещь. То есть он мне говорил, что алкоголь в больших количествах вреден. Но в малых нет. Я спрошу сколько это в малых. И он говорит, ну вот нормально. Человек может спокойно. Там стаканчик-два. Какая проблема. То есть если он культурно пьет, в этом вреда нет. В этом вреда нет. И вот мы с ним на эту тему беседовали. Беседовать-беседовали. Долго-долго и упорно. То есть я вам пытался одну простую вещь объяснить. Тогда можно, используясь этой логикой, если эта логика верна, то тогда и убить немножко не вредно. И наркотиков немножко не вредно. И украсть немножко. Вот я пришел в магазин и буку хлеба украл. Всего-то бука хлеба 20 рублей. Это же я не банка грабил. За что меня садить в тюрьму на три года? То есть мы будем вместе сидеть. Я и грабитель банка. Еще неизвестно, кому больше дадут. У нас такое правосудие взялось. То есть еще не факт. Кому больше дадут. Понимаете? Но почему? Но ведь тогда все должно быть так устроено. Если это логично. Почему тогда изменить чуть-чуть не вредно? Я же немножко изменю. Какая проблема? Я же не за какой-то чужой женщины изменю. Я со знакомой, со своей работой. Это же близкий мне человек родной. Понимаете? То есть так же можно что угодно оправдать. Ну нет. То есть эта логика так никак не работает. То есть если правило работает, что мало не вредно, когда только много вредно. То есть мало это приводит к большему. Поэтому это называется дурная привычка. То что такое дурная привычка? Из мало постепенно к большому переходит. Из мало постепенно к большому. То есть если меня родители не отучили из карманов мелочь таскать. То я потом пойду и у кого-нибудь ограблю. Оно же все с малого идет. Потом на большое переходит. И там есть некоторый контроль. То есть если мозги не хотят включаться. А почему они не хотят включаться? И так человек со мной и не согласился. Он говорит, нет, пить мало это нормально. Пусть каждый день по чуть-чуть нормально. И я что увидел? Бесполезно с ним разговаривать. Почему? Он не хочет принять простую вещь. Только потому что он не хочет себя менять. Вот это все. Только потому что он сам пьет. Вот это все. Просто ему хочется вот прийти домой. И бесполезно. И ничего. То есть как бы я не объяснял. Как бы я разные. Ну не приводил доводы. И то и все. Что мало это тоже вредно. Что мало тоже вредно. Да, есть конечно лекарственные дозы. Мы говорили об этом. Что тут конечно. То есть лекарственные дозы. Это лекарственные дозы. Есть там настойки. Понятно. Но когда приходят бичи. Покупают 2 литра настойка. Да? Как она там? Настойка. Ну шиповника, да? Баячника. Баячника, да. Это уже не лечение. Он говорит, ну это же лекарство? Нет, не лекарство. Это уже алкоголизм. Поэтому да, человек говорит, алкоголизм это да, болезнь. Но если человек пьет каждый день по чуть-чуть. Это не болезнь. Это нормально. Ну как же нормально? И вот бесполезно. То есть если у человека есть вот это нежелание меняться. Ничего вы не сделаете. Ну ничего. Я просто ему извините, не могу вам ничем помочь. Ну а ты о чем разговаривать? И это не просто мнение отдельно взятого человека. Это мнение духовных традиций. Это мнение отдельно взятых религий. То есть это мнение священника. Это я не с простым человеком разговаривал. Это я со священником разговаривал. не просто так. И вот если есть нежелание себя менять, ничего не поможет. Вот хоть вы головой видите, собственно, бесполезно. Только если человек готов себя менять, если он хотя бы на это настроен, что в принципе услышит, я готов что-то себе изменить, вот тогда можно разговаривать. Вот тогда все будет понятно, все будет доступно, все будет ясно. И может человек даже не начнет себя менять, но он уже будет это нормально слышать, его мозги уже будут работать. Может он даже и не изменится, но он будет готов слушать. Поэтому с какими-то другими людьми я разговариваю на эту же тему, они готовы меня слушать. Я с ними разговариваю, интересно, то есть мы беседуем. Как-то обсуждаем все эти вещи. Поэтому это в общем-то и задача образования включить мозги. Если образование не включает мозги, то оно не делает человека образованным. Потому что АА образованный человек не чему-то конкретному научил, а он получил способность обучаться. То есть у него мозги включены, да? Правильно? То есть я вообще правильно понимаю? Это интеллектуал, да? То есть он уже сам может чему угодно обучиться, в принципе. То есть что значит человек, получивший высшее АА образование? Значит ему нужно решить какую-то задачу, он пойдет в библиотеку, он найдет, узнает и решит. Правильно? Потому что есть опыт. То есть есть опыт включать мозги. В общем-то это факт. Это нужно научиться. Потому что сам этому не всегда научиться. Нужно, чтобы тебя сначала позаставляли маленько. Чтобы тебя заставили в библиотеке посидеть, чтобы тебя заставили самому, так сказать, все это найти, самому вытащить. Да, то есть несколько лет нужно мозги включать. В этом идея образования. Не всем это надо факт. То есть образованность тоже не всем нужна. Потому что если человек готов меняться, ему образованность не нужна. Он будет слушать простые вещи и не будучи абсолютно никак образованный, он просто будет меняться и все. Понимаете? Но если у человека проблема с умом, горе от ума, ему лучше получить образование. Но образование именно. То есть он должен быть готов меняться на основе услышнего. Понимаете? В этом проблема. Поэтому, когда вы с кем-то разговариваете на какие-то более-менее умные темы. То есть вы должны сразу уметь видеть, вообще с человеком стоит на эту тему разговаривать или нет. То есть вы должны увидеть эту готовность меняться. Если ее нет, бесполезно. Только будет спор до потери курса и все насмерть. Будете просто спорить и все. Спорит, спорит. Оп, мне какой-нибудь. Угу. Желание меняться у такого человека, оно же все равно возникает, наверное, какое-то умение владеть своим умом, увидеть из жизни. Если он не образованный, но желает меняться, готов меняться, то у него уже какое-то умение, да? Достаточно разочарованности. Если человек разочарован, то разочарованность это естественное состояние к средней жизни, к среднему возрасту. Потому что будущее как-то грустное какое-то. То есть я уже разочарован. То есть молодость не удержать, богаче не становишься. Как-то обои облазиваются. Как-то вот бесперспективно. Натренилось с помощью ума все это видим. Выводы сделаны. Не обязательно. Просто это видно, какие там выводы. Тут выводы как раз не сделаны еще. Из естества, да? Выводы не сделаны, просто это реальность некоторая. Если человек прост, и он делает реальные выводы, что какое-то странное продолжение. Как-то не тем все заканчивается. То есть, в общем-то, как-то мы пошли в парк гулять, а закончилось все мордобоем. Непонятно. Так же и жизнь. Вроде так все хорошо начиналось, а заканчивается как-то все грустно. То есть человек должен реально быть на вот этой разочарованности, если он простой человек, то есть не греховный. То есть если он не совершает грехи и не пытается, так сказать, уйти от этого какими-то жесткими методами, типа тяжелого алкоголизма или еще чего-то. То в принципе на любой человек он должен потихоньку задумываться, то есть искать какие-то пути решения. Поэтому есть этот кризис средних лет. Он есть. То есть человек пытается какие-то пути найти. И тут весь вопрос уже, какие он будет искать пути. Поэтому вот тут рассказать. Есть разные виды предложений. Мы разбираем предложения Багалатгита. То есть какие есть варианты. Он в принципе все описывает. То есть Багалатгит описывает все варианты, по которым может пойти человек. Поэтому она такая долгая. Потому что все варианты разбираются. Все варианты перебираются. Так, мы должны сегодня целый ряд стихов прочитать. Связанных между собой. Поэтому я сейчас прочитаю. 23-й, 24-й у нас будет. 25-й, 26-й и 27-й. По 27 стих 23-го. По 27-й. То есть у нас на понедельник останется только 28 стих. Из 8-й главы. Но это уже становится завершение. Так, 23-й стих. Зучит так. Я тракаре твана авритим. Авритим чаево йогинах. Праятали антитан калам. Вакшья ми бхаратар шабха. Буквально переводится так. Лучший спхарат. Сейчас я расскажу тебе о периодах, в которые йоги покидают тело. От того, в какой период йог покинул тело, зависит, вернется он в этот мир или нет. 24-й стих. Те, кто познал верховный брамот, смогут войти в него, если покинуть тело днем, в период, в котором он покровительствует божества огня и света, в течение двух недель, когда луна растет и в течение шести месяцев, когда солнце движется в северном полушарии. 25-й текст. Тху-му-ра-три-статха-кришна-акшан-маса-дакшаная-нам-татра-чан-грамасам-джьютир йоги-прапья-ни-вар-та-те. Йог, покинувший тело ночью, в период, в котором он покровительствует божество дыма, в течение двух недель убывающей луны и в течение шести месяцев, когда солнце движется в южном полушарии, достигает луны, но затем возвращается на землю. 26-й текст. В ведах описаны два пути ухода из этого мира, светлый и темный. Тот, кто уходит светлым путем, больше не возвращается сюда. Тот же, кто уходит во тьме, будет вынужден вернуться. 27-й стих. Найте-срити-падха-джанан-йоги-мухья-ти-кашчана-тасма-царвишу-калишу-йога-юкта-обхава-рджуна. У Арджуна, те, кто предан мне, знают оба эти пути, однако это не водит их в заблуждение, поэтому всегда следуй путем преданного служения. Целый ряд стихов, они, в общем-то, на одну и ту же тему говорят, поэтому я за один раз объясню. В чем идет речь? То есть, несмотря на то, что в первых стихах даны точные временные рамки для покидания тела, такие астрологические стихи, в завершении этого цикла стихов ясно и понятно говорится, что мудрому человеку не нужны эти рамки, не нужно это знание времени абсолютно. Так как мудрый человек понимает, что его жизнь находится полностью в руках Бога, и он доверяет этим рукам, а не астрономическим периодам. Он им доверяет, которые не дают никакой окончательной гарантии. То есть, простому человеку не дано так просто уходить из этого мира. Легко понять, так как, в общем-то, мы не по своей воле сюда пришли. То есть, кто решил родиться в свой день рождения? Вот я не решал родиться 14 ноября, не помню такого решения, чтобы оно было, поэтому я не смогу так просто подобрать это время. Не смогу, то есть это не в моих силах. Это, в общем-то, описывается величайшей йоги. Величайшей йоги, поэтому если я буду рассчитывать на какую-то механику, вряд ли мне это поможет. Поэтому речь идет о несколько другом пути, говорится о том, что отец никогда не пожелает нам зла. А вот часы отца не обладают таким милосердием. Часы отца и отец отличаются друг от друга. Одним словом, как бы нам не захотелось схитрить и выскочить из поезда на ходу, скорее всего, мы просто переломаем себе ноги. Йога это, в общем-то, такая попытка схитрить, выскочить из жизни. Уже лучше честно заплатить за билет, то есть, так сказать, стать святым и спокойно выйти на последний остановок. Дети так любят, да, то есть, или зайцы есть такие. Раньше мы так ездили на поезде. Поезд на станции притормаживает, и мы прыгали, за ручки хватались, и пару остановок ехали в лес. Правда, он почему-то там иногда не останавливался. И мы были такие шальные, поэтому там прыгали в речку или еще как-то. Не знаю, как вообще жив остался, но как-то он живет. Но опасное дело, честно говоря, опасное. Если бы мои родители это увидели хоть раз, как я это делаю, их бы, наверное, контрац хватил сразу. То же самое и йога. Это некоторая попытка так, в общем-то, прыгнуть и выпрыгнуть. То есть, время, да, время это энергия Бога. Поэтому время позволяет йогу выйти из круговорота рождения и смерти. И не просто выйти, то есть, не в каждый момент, не в любой момент, не на любом уровне йоги. То есть, не тогда, когда йога просто научится хорошо делать свои асаны. Не в этот момент йогу будет позволено выйти из этого круговорота рождения и смерти. А только тогда, когда сам Бог будет доволен этим йогом. То есть, выход, в общем-то, вот этот выход по времени йога из своего тела разрешается тогда, когда Бог доволен йогом. А это возможно только на последних стадиях йоги, когда йог начинается услужить Богу в сердце, параматме. Вот этому аспекту сердца, аспекту Бога в сердце. Это называется аштанга йога, да, мы это уже изучали раньше. Аштанга йога, когда, в общем-то, на последних стадиях йоги, йог начинает видеть Бога в сердце, он служит Богу в сердце. Вот на этих стадиях Бог становится доволен йогом и разрешает ему вовремя выйти из тела. На стадии хадха йоги этого не происходит. Это механическая стадия. Не происходит. Такой йог называется в Бхагаваддите опытным йогом. То есть йог, который дошел до видения Бога в своем сердце, называется опытным йогом. А это значит, что он может сам выбирать время для оставления тела. Он может. Но если неопытный йог сделает то же самое, если этим займется неопытный йог, то это будет обыкновенный самоубийство. Ничем не будет отличаться от самоубийства. А значит, фактически грехом будет это. Обыкновенным грехом. Что, конечно же, не только не будет йога за рамки рождения и смерти. А наоборот, оставить его в этом круговороте. На всю жизнь. Но очень долго. На бесконечное время. Да, в этих стихах еще есть интересный момент. Говорится, что иногда. Иногда неопытному йогу удается случайно оставить тело в нужный момент. И он на время выходит из-под влияния материи. Но это не значит, что он не возвращается назад. Опять-таки объясняется, что зачастую в определенные периоды времени можно просто перенестись в какую-то другую часть Селены. Другая планета называется. Другое место. Пожить там, в других условиях. Которые могут быть более комфортными, чем на Земле. Но рано или поздно отпуск заканчивается всегда. Поэтому снова приходится возвращаться к своему разбитому корыту. Только тот йог, который достиг совершенства. Только тот, кто достиг совершенства в йоге, значит, фактически святости, уходит из этого мира, больше никогда не возвращается. Так здесь описывается. Причем абсолютно не важно, в какое время он уходит. То есть, если йог достигает святости, не важно, в какое время он уходит. Абсолютно все равно. Поэтому, в завершении этих стихов, человеку не рекомендуется думать о том, каким путем лучше уйти из этого мира, в какое время. Смотреть на часы. Человеку рекомендуется думать о возвышении. Рекомендуется думать об Абсолютной истине. А уже Абсолютная истина сама подумает, как устроить для нас путешествие в Духовный мир. Она лучше в этом разбирается. То есть, рекомендуется настроиться не на время, а на Абсолютную истину. В этом идея. Вот эта вот медитация на Абсолютную истину, это самый простой и безопасный путь в Духовный мир, объясняется здесь. Разрешение этих стихов. Это безопасный путь. Со временем все время. Про древность. Что-то нам мешает все время вовремя куда-то попасть. Я подозреваю, что и в юргических путях тоже где-то пробки, наверное, есть. В таком случае говорится, что на земле сейчас пробка. То есть, очень трудно родиться на земле. Заметьте, люди сейчас очень тяжело рожают. Я не знаю, как в России, как тут с рождаемостью, но на Западе мне все в хором жалуются. Хором. То есть, ни у кого дети не рождаются. Хором. Вообще хором. Просто процветает искусственно. А удовлетворение просто процветает на Западе. Не рождаются дети. Не хотят. Настолько тяжелая жизнь. Никому не хочется рождаться. Так просто. Трудно родиться. Попробуйте так просто тут родиться. Просто не родишься. На зону чаю досмотрите, пока родишься. И не у кого. Очень трудно. Потом говорят пробка. Говорят, там толкаются. А в Китае тоже пробка? В Китае? В Китае свои проблемы. Я бы не рекомендовал в Китае рождаться. Не то место. Поэтому там рождаются китайцы. Ну, масса. Там китайцы. Поэтому, в общем-то, не будем трогать Китай. Дабы их не огорчать, так сказать. Но Китай это не самое лучшее место, где рождаться. Потому что Китай это место, где уничтожается духовность. Более того. А китайцы уже бросили взгляд на Гималай. То есть на Тибет они уже уничтожили. То есть чем занимаются на Китае? Они стирают со всей земли духовность. Просто стирают. То есть храмы уничтожают, монахов всех расстреливают. Просто уничтожают. То есть в Тибет уже уничтожен все эти окраины. А теперь они мечтают начать войну с Гималайом. Поэтому там везде военные посты стоят на каждом шипу. Там иногда перекрываются дороги. То есть на время тремени уже идет война. То есть они... Не будем трогать Китай. Чем меньше его трогаешь, тем спокойнее жить. Дай Бог на наш век сказать, у них хватит спокойствия. Но я не думаю, что надолго. Потому что есть у них какая-то вот не та нотка. Не у всех конечно, понятно. Но какая-то вот не та нотка у них есть. То есть не очень здоровая. Поэтому, во всяком случае, ничего хорошего пока не ожидается от этого места. То есть речь идет о том, что трудно родиться там, где есть какой-то более-менее свобода к духовному развитию. Ну так же легко там у муравья родиться, я не знаю, там у пчелки. То есть у кроликов вообще проблем нет больших. То есть с этим да. Но вот родиться в месте, где можно так сказать сталкиваться с духовностью самого рождения, вот это проблема. Вот эта проблема, к сожалению, вот сейчас с этим есть большая проблема. Поэтому вот, к сожалению, есть некоторые трудности. Поэтому, в общем-то, пробки есть. Да, пробки есть. И все остальные йогические методики, кроме вот этой, которую мы сейчас описали, то есть методика медитации на абсолютную истину, все остальные йогические методики таят в себе множество скрытых опасностей, множество скрытых проблем, с которыми можно не справиться. С которыми можно не справиться, потому что сейчас йога рекламируется, но ничего не говорится о трудностях йоги. Никто не говорит, что йога это хождение по лезвию бритв. Хотя именно так определяется йога. Йога это хождение по лезвию бритв. Либо ты можешь этим лезвием, так сказать, сделать операцию на своем сердце и удалить все ненужное, либо ты можешь порезаться сам и порезать других. Видите, как проявляется религиозный фанатизм. То же самое в йоге. В йоге тоже есть эта опасность. То есть если я не под то руководство попаду, я таких дел по натурею. Что упаси Богу. То есть на каком-то моменте идут необратимые процессы. Как если человек голодает и хочет похудеть, на каком-то моменте он уже не может восстановиться. Как это называется? В общем, на каком-то моменте уже неосстановимые процессы, а деградация происходит. Вроде человек хотел быть здоровым и красивым, а на каком-то моменте он стал больным и умер. Так же и в йоге. То есть человек идет в йогу, но он не знает границ. Он не знает границ, он не знает куда идти, ему никто не может объяснить. То есть йога на уровне фитнеса сейчас преподается. На каждом углу нужно позаниматься, но никто не объясняет о том, в чем опасность. Опасностью в неправильном понимании. Что я делаю? Для чего я делаю? И вот это, в общем-то, размышление, вот это размышление о хитрых вот этих, ну, йогических приемах, не что иное, как очередная ловушка ума. Например, продлить свою жизнь, или не болеть, или еще что-то, или начать летать, или исполнять свои желания, получить мантру, которая исполняет мои желания. Это ловушка ума, о которой еще пятьдесят лет назад говорил Кришна, предупреждал Арджуну на поле боя Курукшетра. Все это ловушка ума, не думай об этом, не думай о хитростях, но которые предлагает йога, не думай об этом. Все это ловушка. Тебя обманет эта ловушка. Ничего ты не получишь. Просто порежешься. Можно их немножко поразбирать, ряд этих ловушек. Они еще называются ловушками псевдодуховности. Ловушки псевдодуховности, ловушки йоги. Вообще, в общем-то, понятие псевдодуховность, это некоторое желание выделиться через духовную деятельность. То есть, человек, который пытается как-то выделиться, не может. Ну, начну йогой заниматься, наверное, точно выделюсь. Потому что это явно должно всех удивить. То есть, даже духовность можно использовать для того, чтобы потешить свою гордыну. Или какие-то такие материальные цели. То есть, так человек думает, что он, в общем-то, будет каким-то особенным. Если будет какие-то сумасшедшие асаны выполнять. Будет стоять не на голове, а на кончике носа. Но в йоге есть страшные ацетаты. Их обычно не любят произносить. В хатха-йоге есть интересная цитата. Один из хатха-йогов, он говорит, что никакая асана тебе даже от простуды не защитит. Если по законам кармы пришло время заболеть, ты заболеешь. Несмотря какие бы ты асаны не делал. Ты судьбу не остановишь асаны. Асана судьбу не останавливает. Ты асаны камаз не остановишь, если пришло время под камаз попасть. Никакая асана не поможет. Но любой трамвай сильнее твоей асаны. Как бы ты йогой не занимался, от трамвая надо уворачиваться. Никакая асана не поможет. Если прошло время простыть, ты простынешь, какую бы ты асану не научился делать. Как интересно. У нас во время вообще Россия такое место. И сейчас и многие другие страны. То есть оно любит вот это вот, что вылечишься от всего, не будешь никогда болеть вообще. Нет такого. Нет такого, что все это по судьбе приходит. То есть в общем-то многие вещи по судьбе приходят. То есть ясно, что если это сказать. У нас специально стараться, то конечно, какая проблема. Но если это должно по судьбе прийти, ничего не поможет. И поэтому так человек может разочаровываться. Он занимается, занимается. А то, что должно прийти по судьбе, все равно приходит. Оно все равно приходит. Некоторые ловушки. Или человек там решается на пост. Мы говорили, да. То есть поститься. Думает, принято там 10 дней поститься. Или 40. Я буду 100-40 дней поститься. Удивлю всех. Но это не защитит его даже от мысли о еде. То есть он все равно будет думать о еде. О чем люди думают во время поста больше всего? О своих любимых блюдах. Причем это естественно у них происходит. Начинают разговаривать. Что бы они сейчас ели. Такой человек даже может начать молиться Богу. Но только для того, чтобы получить желаемое. То есть пытается получить что-то от этого. Заработать что-то. А когда оказывается, что за желаемое нужно заплатить истинную цену. Что все равно не будет чудо. То он меняет невыгодного Бога на более сговорчивого Бога. То есть он такой. Начинает подбирать себе Бога. Ничего не понимает. Современный человек зачастую молится, чтобы не работать. Это современная тенденция. Сейчас с работы проблемы. Молится, чтобы не работать. Интересно. Один человек мне объяснял. Он говорит, что для покупки машин, например, человеку нужно трудиться 10 лет по 8 часов в сутки. Я просто говорю. Он хочет такое желание осуществить. И он решает, что может быть лучше 5 минут помолиться и сэкономить эти 10 лет. Хорошая идея. Хорошая идея. Надо постамантру сдать какую-то молитву и помолиться. 5 минут молюсь и решаю проблему 10 лет работы по 8 часов. Очень такая привлекательная идея. Но если такому человеку сказать правду, что, например, для исполнения его желания надо молиться те же самые 10 лет по 8 часов в день, он в ужасе. В ужасе убежит от такой молитвы и от такой духовной практики. Так как Бог ему нужен просто для того, чтобы реализовать какое-то свое желание на основе лени. То есть, он просто хочет реализовать свою лень. То есть, он просто не хочет получить то честное, что ему должно прийти в свое время. Поэтому это просто некоторое такое ожидание чуда. То есть, иногда ожидание чуда – это грех. Не больше, чем грех. Не больше, чем грех. В этом случае это просто грех. Как ни странно. Поэтому, так сказать, с чудесами лучше не экспериментировать. Поэтому чудеса, так сказать, показывают редко. Итог о том – большие проблемы. Вот этих чудес. Чудеса – не большие проблемы. Вообще большие. То есть, псевдодуховность – это сейчас другой способ получить желаемое. Другой способ получить желаемое. Но это не имеет никакое отношение к истинной духовности, которая основана на абсолютном бескорыстии. Речь вот опять-таки нужно вспомнить о бескорыстии. На прошлой лекции мы говорили о том, что бескорыстие – это когда ко мне приходит положительный результат, а я не считаю только себя причиной этого положительного результата. Когда я понимаю, что это милость Бога и милость Его детей, всех тех, кто меня окружает. То есть, я не присваиваю себе этот позитивный результат. А если ко мне приходит отрицательный результат, то я, в свою очередь, никого не виню. Ни Бога, ни окружающего. Понимаю, что сам виноват в том, что произошло. То есть, сам пожинаю плоды своих прошлых поступков. Вот это бескорыстие. Бескорыстие – это не просто пошел на рубашку, снял и отдал. Это любой может. А вот правильное отношение к позитивным плодам и к негативным плодам – это бескорыстие. То есть, пришло хорошее – я не считаю, что это мое. Я считаю, что это вот все мне помогли. А я просто получил. Как это, знаете, каким-нибудь хоккеистам или футболистам. Кубок дают. И они все за него держатся. Ни один какой-то все. Один будет держаться – его попьют. Все. То есть, командный дух. Помните раньше было такое? Ну, так и есть. То есть, мы не одни. То есть, и мы, в общем-то, последнюю роль в этом играем. Все это какая-то милость, это внешний фактор. Милость Бога, милость судьбы, милость окружающих. Говорится, что если просто наши родители не против того, что мы делаем, это 50% успеха. То есть, ну, как минимум, родители 50% должны получить из того хорошего, что у нас вдруг получилось. То есть, это их уважение, что они думали о нас, желали нам блага, добра. И вот это бескорыстие позволяет понять истинное назначение, истинный смысл любой духовности, любой религии. То есть, каков смысл духовности, смысл религии, смысл пути – узнать желание Бога. Это есть духовность. Духовность – это желание, это, в общем-то, мои усилия понять желание Бога. И постараться выполнить это желание Бога. То есть, чего Бог хочет от меня. То есть, смысл жизни понять. Это есть смысл жизни. То есть, понять, чего от меня судьба хочет. Чего он от меня хочет. Но сейчас остались только вот эти фантики от конфет. То есть, религия потеряла эту сущность. Остались ритуалы. Никто уже не помнит, зачем они нужны. Так, знаете, ученые смотрят на пирамиды, на дольмены, на рисунки нас. Ничего понять не могут, что это такое. Ну, просто интересно. А чего это такое? Может вообще от чьей-то туалет? Никто не знает, что это такое. Так и сейчас в религии остались такие, ну, внешние вещи. Столько всего внешнего. Там храмы, иконы, колокольные звоны, службы, ритуалы. Что такое нет? Но главное иногда уходит. Понимание, чего от меня Бог хочет. Чего от меня хочет Бог? Ведь именно исполнение этого желания является, в общем-то, смыслом моей жизни. Я должен исполнить это предназначение. То есть, предназначение должно быть кем-то предназначено. Я должен стараться это понять. Каково желание Бог. И мы сейчас это узнаем заодно, да? Правильно? Чего далеко уходить? Чего хочет меня Бог? Бог хочет, чтобы мое сердце наполнилось любовью. Чтобы я не просто любил, а чтобы любовь стала моей жизнью. Но любовь это не дешевка объяснялась. Это не просто слова. Это не просто слова. Я тоже недавно одного человека мучил. Переписывался с ним, тоже священник. Я с ним переписывался. Он говорит, ты должен просто любить. Бог хочет, чтобы ты любил. Я говорю, да, это правильно. Но объясните мне подробно, как это делать. Просто люби. Все, совесть тебе подскажет. Я говорю, у-у-у. Моя совесть мне, знаете, что мне на протяжении жизни подсказывала. Я говорю, ну это, наверное, была не совесть. Я говорю, а как мне ее узнать? Признаки? Фамилия? Номер? Как? Как? Как конкретно? Ну, Бог тебе подскажет. Я говорю, подождите. То есть, совесть мне должна подсказать. Потом я должен еще у Бога узнать. То есть, как это правильно или нет. Как действовать? Как любить Бога? Как конкретно? Все, я что-то человек больше не стал написать. Очень странно. То есть, технология должна быть. То есть, любовь это не дешевка. Любовь это самое ценное, что только есть в этом творении. Любовь это самое ценное. Поэтому, мало просто захотеть любить. Надо еще и выполнить некоторые условия. Помните, мы говорили, подготовить себя для любви. Подготовить себя. Должна быть некоторая подготовка. То есть, некоторую цену нужно забыть. Какую цену? Бога говорит, просто. Нужно избавиться от того, что мне мешает любить. Если я люблю, но не избавляясь от того, что мне мешает любить. Любовь не получится. То есть, например, парень любит девушку. И девушка ему говорит, смени парфюм. То есть, тройной одеколон уже достал. То есть, тройной одеколон с запахом пота это нечто. То есть, это такое здрасте метро. Не каждый готов выжить. А он не хочет. То есть, будет любовь или нет? Не будет любви. Не получится. То есть, если я хочу кого-то любить, то я хочу подготовить себя для этой любви. То есть, я хочу изменить. То есть, я хочу хорошо пахнуть. Со всех сторон. То есть, я хочу измениться. Чтобы я был достоин этой любви. В этом идея. То есть, я должен избавиться от того, что мешает этой любви. Что мешает? Все знают. Вожделение. Зависть. Гордость. Гнев. И так далее. Весь набор. Весь набор. Вот он во мне сидит. Это вот мои плохие запахи. Мы даже можем почувствовать эти запахи. Жадность пахнет. Зависть пахнет. Все это воняет. Реально воняет. Это можно почувствовать. Почему нет? Может быть, не носом, но скривитесь, когда это увидите. Тело все равно скривится. Все равно передернут. Пахнет противно. Как это? Пахнет противно. И как же можно с этим любить? С этим невозможно любить. Поэтому это процесс. Это процесс. То есть это в общем-то. Если я от этого избавляюсь. То есть вот если я эти правила, ограничения какие-то принимаю. Чего я должен избавиться? То тем самым я позволяю в своем сердце появиться любви. Соответственно божественной любви она может появиться. Ну так как мы говорили о земледелии. Да здесь тоже это подходит. То есть на земледелии все время как сравнение приводится. То есть что главное в земледелии? Мало посадить семечки. Мало захотеть урожая. Что нужно делать все лето? Бороться с сорняками и вредителями. Вот помните, нет? Пропалка. Самое интересное занятие, да? В области, где есть комары и мушкара. Пропалывали когда-нибудь в местах, где есть комары и мушкара. То есть непонятно, кто кого пропалывает. То ли ты пришел кормить матушку природу, как это мне кто-то недавно шутку рассказывал. Не убивай комаров, в них течет твоя кровь. Что-то вроде этого, да? То есть непонятно. Ну что делать? Вот так устроено, хочешь сам поесть, накормить другого. Во время пропалки иногда происходит. Я в таких местах жил, поэтому знаю, что это такое. Ну когда идешь, за тобой черная туча мушкара летит. То есть это такой сомнительный экстаз. Ну что делать? То есть сам принцип, что в общем-то нужно пропалывать, нужно бороться с этими вредителями. Нужно с ними бороться. Саранча тоже сладко поет, я слышал. А недавно, как поет на саранча, я не мог понять, что такое красивое. Я как завороженный стоял, так красиво. Но потом мне рассказали, знаешь, что она так сладко поет? Она ест сладкие листья манго. Манговых деревьев. То есть вот где манговые деревья, он не хочет сладкие листья такие вкусные. И они когда пролетают и пожирают эти листья, они так сладко поют, такой концерт вечерний. То есть, соответственно, богологид объясняет, что понятно, как узнать человека, желающего развить в своем сердце божественную любовь. Он делает все, чтобы избавиться от всего, что мешает, от всего дурного в своем сердце. От всех дурных привычек, от дурных качеств характера. Похоже, как мы говорили, на наведение чистоты в доме перед переходом любимого То есть мало помыть пол, мало вытереть пыль, мало одеть подвенечное платье, замазать тональным кремом прыщи Надо еще и вылечить язву на сердце, еще и на сердце есть проблемы В сердце нужно разобраться, есть язвы на сердце, которые не дадут любви войти в сердце Эти внутренние проблемы, от них тоже нужно избавиться То есть чистая может находиться только в чистом, поэтому Чистая любовь придет в наше сердце только когда мы его полностью очистим Поэтому я вот разговаривал с людьми, мы же говорим о любви к Богу Говорю, ну ты бросил дурные привычки? Ну чуть-чуть бросил, ну как чуть-чуть? Ну когда мне совсем трудно, могу выпить банку пива, покурить не могу, ну что тут Это же нормально, мы же все люди Мы же все люди Я говорю, да, но это же не даст возможно чистой любви войти, мы же позволяем себе глупости Как же чистой любовь пойдет? То есть девушка спрашивает парню, ну что, ты готов-то сказать к семейной жизни? Готов? Ну так, я по субботам иногда прослабляюсь Ну много же девчонок, что мы не люди, что ли? Что молодость-то терять? То есть это странно звучит, сомнительно То есть нормальная девушка уже с таким парнем, ну я надеюсь, да, не должна как-то создавать семью Так же и тут, то есть вообще-то мы пытаемся создать семью, но с абсолютно истиной, мы говорим о чистой любви То есть и когда я вот так вот, в общем-то, мыслю, ущербно, то ничего не происходит Поэтому человек разочаровывается в религии, в духовном пути, в йоге Почему? Потому что вот он, в общем-то, не очищает свое сердце Сердце нечисто, поэтому ничего там не поселяется Туда не приходит любовь То есть если в моем сердце нет бескорыстной любви, значит в нем еще есть какая-то грязь Поэтому я должен найти эту грязь, избавиться от нее раз и навсегда То есть, как объясняют, очень интересно объясняют мудрецы, они объясняют, что может быть проще обыкновенной уборки Йога, очень простая йога, это просто генеральная уборка Что может быть проще в уборке, а многим это даже кажется слишком простым Ну как это, вот просто все, убрался и все что ли? Для многих даже это слишком простым кажется, но объясняется путь любви прост Потому что любовь по своей природе тоже проста Любовь тоже проста, поэтому наведи чистоту в сердце и любовь сама туда придет Она сама, говорит, ничего сложного, она сама там поселится Вот ум, ум очень сложен, ум человек очень сложен, то есть горе от ума Поэтому пока уму не объяснят, почему у всего есть причина, а у Бога нет причины Как это? Ум даже пальцем, то есть точнее извилины, не пошевельнет для очищения сердца Ум и ум То есть, если человек с умом подходит к духовной философии, его ум не дает ему начать очищать сердце Правильно же? У всего есть причины, да? А у Бога нет причины Все И вот он требует этого объяснения И не меняет свое сердце Ты измени и прямо вот этот, так сказать, без причины Бог придет в твое сердце и все тебе расскажет, что боишься Но нет, ум не дает Поэтому, в общем-то, в Бхагавадгите Кришна объясняет, что нас привлекает тот путь развития, который соответствует нашему уровню очищения То есть нам нравится тот путь, который соответствует нашему уровню На примере, если я нахожусь на уровне тела, то мне нужен путь, который поразит меня своими ощущениями Как, знаете, рассказывают о пути пранаямы, да, то есть, что сначала при пранаяме должен появиться первый пот, но его нельзя вытирать Этот первый пот пранаямы, его нужно втереть в тело, так этот пот даст йогическую силу Затем, если продолжать правильно дышать, йог почувствует запах лотоса Потом йог должен услышать звук барабанов божественных Потом он должен увидеть других йогов, которые сидят в Гималах на расстоянии от него в 10 тысяч километров И он их прямо увидит, этих йог Здоровый йог, и тот ему здорово, другой йог То есть они смогут разговаривать друг с другом без сотого телефона А потом он услышит, флеет, а потом то, а потом все, вот это путь Вот это здорово, вот тут все слышно, чувствуется, трогается, о, такой путь Но это просто ловушка для слишком чувствительных Не более того А если я нахожусь на уровне ложного эго, тогда мне нужен путь, по которому смогу только я один эти Такой исключительный путь, мне нужна секретная мантра Секретный учитель с Венеры желательно Секретные упражнения шаолиньских монахов не меньше Секретный путь Но если я постараюсь находиться на уровне сердца, на уровне души, то и путь становится очень простым Просто повторяй имена любимого Бога, и твое сердце очистится от всей грязи раз и навсегда Чем занимается любящий? Повторяй от имена любимого, вот и все Куда может быть проще? Как узнать, что человек влюбился? Он со временем имя одного и того же человека говорит Замечали? Сразу можно догадаться Понимаете? Сразу Никто не может сдержаться Человек будет со временем это имя произносит Вот это называется молитва То есть это естественная молитва То есть человек просто прославляет Бога То есть повторяет имена любимого Бога И сердце очищается Простой путь для простых То есть если наше очищение еще не на уровне простоты, то нам сложное что-то нужно Что-то очень сложное Вот сложное, да, тогда вот это здорово Нет, путь простой Но не так-то просто идти по простому пути То есть тут такой парадокс По простому пути идти сложнее всего Потому что сердце должно быть простое Сознание должно быть чистое Это объясняет крючком Вопросики можно начать А вот можно сказать В отношении Кадыша В пост на 11-ти день после полновления В бескорыстие В отношении этого поста То есть там описывается много благ, которые оно приносит И как бы вот эти блага, да, они человека стимулируют на то, чтобы он соблюдал этот пост Это книга не для верующих людей Это книга для неверующих людей Но вот эти описания блага и Кадыша Это книга для неверующих людей Для верующих людей нет То есть это не рекомендуется читать А еще там разные стандартные соблюдения Это тоже для неверующих Верующий человек понимает, что Экадыша это день Господа Хари То есть это день, когда я отбрасываю все свои материальные желания Что полностью погрузиться в духовную жизнь То есть я не извлекаю материальное благо из этого То есть я не становлюсь здоровее Я не избавляюсь от кармы То есть это, так сказать, не утренняя зарядка Это просто день, когда, в общем-то, я могу получить максимальное благо от духовной жизни Поэтому, так как мы не способны на постоянное погружение в духовную жизнь Нам даны вот рекомендованные дни Которые, так сказать, для неверующих людей еще и материальная блага принесет А верующий человек не ждет материальной блага Поэтому, так сказать, для разных людей разное описание Разное описание Поэтому, в общем-то, не попадаетесь Это называется карма камда Карма камда это ловушка материальных результатов Вот то, что я сразу То есть это попытка что-то дешево получить Потом просто такой человек разочаровывается в этом мне В дни икадыша Просто разочаровывается Поэтому Это день Ну, когда человек просто избегает от того, что делает его, в общем-то, духовную практику тяжелой То есть он старается, ну, поменьше кушать Зерно-бобовые поменьше употребляют А там может себе выбрать на любой вид поста, который ему нравится Обычно То есть обычных фруктов будет достаточно Чтобы чувствовать себя легко и радостно Потому что, если человек, так сказать, каждый день ест три раза в день То, если он прекратит есть просто так Его ум может сильно беспокоиться Поэтому То есть нужно вести себя так, чтобы он был спокоен Чтобы нужно было целый день сосредоточиться на духовной жизни То есть это духовный праздник Это не постради здоровья Это духовный праздник А так как это сказать, человека нужно Ну, хотя бы сначала на механическую стадию поставить Поэтому для людей, находящихся на уровне логики На уровне материальных желаний И вот там описание, какие хотите Там такие вам праздники Такие обещания понараспишут Веды, что не дай Бог То есть это некоторое такое Это вдохновление для неверующего человека Потому что если мы ожидаем материального результата То мы ничего кроме разочарования не получим Это так, для начала Так же как вегетарианство ради вегетарианства Трезвость ради трезвости Ничего не даст То есть за всем этим должно стоять Должно стоять бескорыстие То есть Экадыши должен быть бескорыстным Иначе может превратиться в фанатизм Ну вот здесь какие-то еще понятия Какого-то отрицает йогу или нет Потому что в моем понимании Йога должна для того, чтобы уметь контролировать Какую эмоции и свое тело Предназначен открыли все для этого Какую йогу вы имеете в виду? Йога это путь к Богу Какую именно часть йоги вы имеете в виду? Я имею в виду физически Асана Она не отрицает Почему отрицает? Но она говорит, что это ничего не решит Потому что асаной можно заниматься десять тысяч лет Знаете об этом? И только соблюдая целомудрие и самоврождение Два условия Десять тысяч лет И целомудрие с самого рождения Один сексуальный контакт Хатха йогой больше нельзя заняться Поэтому это больше фитнеса Да это полезно То есть растяжка Все это полезно Но если бы это контролировало ум То эти люди бы бросали пить, курить, есть мясо Но они не бросают То есть те, кто бросают пить, курить и есть мясо Асаной йогой заниматься йогой спокойно То есть это не мешает Но сама по себе йога не решит проблем Потому что это одна только стадия восьместупенчатая йога То есть что здесь сначала? Яма? Не яма? Асана, храна, яма Яму не яму никто не соблюдает Поэтому что говорит Кришна? Он говорит Если люди не следует сеять системе То эта система им не поможет То есть понимаете То есть мы например А хотим на автобусе доехать до какой-то остановки Это хорошая система? Хорошая Но мы должны заплатиться за свою поездку Если я не заплатил это плохо закончится То есть меня арестуют, штраф возьмут То же самое аштанга йога Которая описывается в ранних стихах Бхагавадгита Аджуна предлагает Нужно заняться аштангой йогой Нужно пойти в лес йогой заниматься Он говорит Да все нормально Но ты сможешь это делать? У тебя время хватит? За сколько ты хочешь решить свою проблему? Насколько это практично? Яма не яма Ты готов это делать? То есть если я не заплачу То ничего не получится Я должен какую-то цену за это заплатить И цена на занятия хатха йогой Это яма не яма То есть я должен От всего плохого отказаться И все хорошее принять Никто этого не делает То есть люди курят и занимаются пранаям Люди едят мясо и занимаются асаной Я уже не говорю, что сейчас йогой занимаются Чтобы там повысить свою сексуальную активность То есть полностью противоположную То есть это знаете такой Пост на торте Постишься? Пощусь А как? Три раза в день по целому торту То есть это полностью противоречивые вещи Это конечно на сумасшествие Поэтому А конечно сразу предупреждаю Что да, такой путь есть Но сейчас ему очень сложно следовать Почему? Ну потому что во-первых Никто не следует воздержанию То есть все распущены Во-вторых Никто не хочет принимать Первые две вводные стадии Яма не яма То есть никто не хочет Вести здоровый образ жизни А в-третьих Никто не хочет Этим долго заниматься То есть люди этим полчаса Занимаются в день И все Как это? Сурри намаскар Сколько человек делает? Пять минут знаете? Утром встал и перед работой Ух 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 Да лучше бы отжался, мне кажется То же самое Нет, то есть это как В общем-то фактор Там вспомогательный Для здоровья Никакой проблемы нет Пожалуйста, сколько хотите Вы занимаетесь Но это не решит проблему сердца То есть хатха-йога не решит проблему сердца Нету ни времени Нету ни системы Ни тем более Специалистов по этой системе То есть восьмиступенчатая Штанга-йога Сейчас фактически не практикуется То есть Есть специалистов Но их настолько мало Что То есть нет смысла Говорить о том Чтобы этим путем быть Это еще он Когда это скажет То есть что говорит Кришна Он говорит Ты собрался идти в йогу Чтобы идти в йогу Ум должен быть Кристально чист То есть ты не должен думать О греховных вещах Твой ум должен быть спокоен Чтобы заниматься И он ему спрашивает Ты Арджуна воин У которого было Множество женщин А которые Что только не делал В своей жизни Ты хочешь идти в лес И успокоить свой ум Ты с таким прошлым Не сможешь это сделать Твое прошлое Тебя там достанет О чем мы думаем Мы думаем о своем прошлом Впечатлении Поэтому йогой Нужно заниматься С трех лет Животелем И заниматься И заниматься И заниматься По жизни Если мы решили Это сказать Устав от жизни Позаниматься Йогой Это знаете Как музыка То есть Ну не надо 40 лет идти На скрипку учиться Поздновато уже Пальчики деревянные Понимаете Уже В 10 лет Не возьмут Так просто В хорошую школу Уже не возьмут Уже и в 10 лет Меня в 5 лет брали И то так сказать Уже Уже не хотели брать Я в хорошую школу поступал На хороший класс Там сто человек На место было То есть Уже Меня туда еле затолкнули Там Всей семьей меня туда Заталкивали Раньше Надо было Я болел в детстве Поздно поступал уже Раньше Надо было То есть Хотя у меня идеальный слух Там что хотите Все То есть год потерян Уже не хотят брать Так же и века То есть Йога Это в общем-то Действительно Серьезная техника То есть А чем Чем характерны наше время Все дешевее Все очень дешевом становится Могу пойти йогой Могу пойти Любовь купить То есть Могу пойти То есть Все что угодно Можно купить Все что угодно Но результат Результат такой же То есть то что я дешево купил Дешевый результат Проносится Поэтому Полчасовое Это сказать на занятие йогой Два раза в неделю Дает такой результат Полчасовой Ну да То есть там Тело как-то разминается Но если человек просто Неправильно питается Он даже Это сказать Ну растяжка ему это не поможет Ему только хуже будет Ему только хуже будет Еще не факт что это будет Но полезно все Нужно еще что сказать Посоветоваться Но с опытным врачом Вообще Насколько это все будет полезно Что потом не вправишь Если там что-нибудь в теле То сказать Не так сделать После 40 лет Потом Не факт что обратно вправишь То есть это Когда В молодом возрасте Все как-то более-менее Так Ну попроще Но там уже не дай бог Что-то так сказать Что-то не туда Какой-нибудь Вывих там Или растяжение Не дай бог Перелом уже Так просто Обратно уже не вправишь Уже долго заживает Уже Спасибо А хочется же сразу Что-то максимальное Такое Тут наоборот Тут нужно Чтобы был грамотный специалист Чтобы он опять сказал Что это на всю жизнь Что это потихоньку Что это мы То сказать Шавасаны начнем Первый год Шавасаны Понимаете Шавасаны Да То есть правильно Там сказать Спать научиться Да То есть Суре намаскар Через 5 лет начнем Потихоньку делать То есть Если человек к этому готов То есть спокойно к этому Приходите То есть Тогда да Тогда да То есть все это То есть постепенно Но если это вот Просто такой Очередной фитнес То больше вреда Чем пользу Больше вреда Просто Надо сказать Благое имя Йоги Сравнивается в общем-то С простой зарядкой Теряется смысл Йога это путь к Богу Йога переводится Путь к Богу И во штанга йоги Да Последняя ступень Как я сегодня объяснял То есть на совершенство йоги Это когда йог В результате полного успокоения ума Начинает видеть Бога в сердце Начинает служить Богу в сердце Современные занятия йогой Не доведут до такой стадии То есть он будет в своем сердце Видеть своих девчонок Те приключения Которые он совершал В своей жизни Ну попробуйте немножко Помедитировать Там все увидите Не так просто Бог так просто в такое сердце не придет Поэтому это как вспомогательная методика То есть он не против Но он говорит Ты проблему не решишь То есть В чем интерес этой книги То есть он стоит на поле боя Ему нужно либо идти биться Либо как-то решать эту проблему Он говорит Может хатха йогой позаниматься Говорит что сдурел Вот война Какая хатха йога То есть А о чем идет речь То есть вот человек приходит Сказать Старенькие там уже В возрасте Говорит Ну что будем делать Может хатха йогой позаниматься Ты умрешь завтра Какая хатха йога Ну занимайся Делай Даже не обращай Ты умрешь завтра Концептуально нужно что-то менять И быстро Концептуально что-то И быстро нужно менять То есть уже все То есть И вот от Джона То есть стоит мужик здоровый Саблей в руке Говорит Может помедитировать маленько в лесу Куда медитировать у тебя автомат в руках Ты стоишь на поле боя Там фашисты Ну я грубо говорю Куда медитировать уже Какая хатха йога И вот так же мы То есть Мы уже всю жизнь прожили Уже умирать скоро Какая просто йога То есть Нужно какие-то реальные шаги делать Реальные шаги И это не помешает Да иди там делай растяжку Полутравму Занимайся Там дыши Все нормально Просто учителя найди нормально Спокойно И занимайся Но шаги Главные шаги Должны быть другие То есть Нужно понять что хочет меня Бог Да вот мы должны к этому вернуться Что я должен делать Вот она ситуация Вот она война Вот надо что-то делать Что Бог от меня хочет Об этом очень Об этом говорить Об этом боговадгид Об этом боговадгид Об этом не против Он объясняет реальность 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 То есть Он говорит, жизнь как каплина Леписки лотоса, он может скатиться в любую секунду Поэтому нужно Концептуально что-то менять Концептуально А все остальное не мешает Все остальное не мешает, он может помогать Спасал в сторону Но шаги должны быть реальными То есть нужно к Богу обратиться Поменять что-то реально К кому я обращаюсь Какой мой мотив Поэтому Кришна говорит Не поменяв мотив, ты ничего не поменишь Не поменяв мотив Ничего не поменишь Поэтому Бхагавадгита это речь о мотиве О мотивации Потому что на внешнем уровне уже поздно менять Растяжку вы за 15 минут не сделаете Только мотив можно поменять быстро Ум вы не успокоите за 15 минут Вот реально поле боя Вот стоит Аджун Что он может сделать за эти 15 минут Вот у него есть 15 минут Чтобы поговорить с Кришной И он ему предлагает все кроме мотива Но Аджуна в своем время говорит Нету тебе времени Нету времени Нету времени Только мотив Только мотив Только мотив Ты можешь за это время только мотив С другим мотивом С другим мотивом Не для себя Для Бога Убрать весь эгоизм Своей мотивации Вот целая книга О мотиве Психология рядом не стояла На журене Вот Да, такая интересная книжка Вот и с этим разбираемся Видите уже сколько Третий год уже пошел Восьмую главу заканчиваем Уже в понедельник Девятую начинаем Уже кто-то со мной Наверное тут Ну родился, вырос И уже детей Наверное родил Уже дети Врослые Уже пошли В детский садеб У кого-то дети Кто со мной Начал ее читать Уже когда мы Начали 3 года назад А когда мы еще Дочитаем Уже внуки должны Потихоньку появляться Дочитаем Куда мы денемся Я стараюсь Должны прочитать Все Должны прочитать В этом идею Поэтому В общем-то Это не значит Что если мы ее По одному стиху Читаем В там неделю То нужно и дома Так же делать Дома нужно ее Уже сто раз было Перечитать Потому что Я в общем-то На каждой лекции Я пытаюсь В общем-то Все значение Бхагаудита Объяснить Не только этот стих А всю идею Поэтому Должны в этом Хорошо разобраться И мотивация Поэтому Речь идет о мотиве Речь идет о мотиве Мотив Поэтому мы столько Говорим о бескорыстии О чистоте сердца Потому что Бог Что-то хочет от меня Вот Бог хочет Чтобы Вот смотрите Вот я родился Бог хочет Чтобы у меня были Эти родители Что я могу изменить Вот я родился У меня реальная мама И реальный папа Я могу только себя Менять Потому что они могут Быть разные А потом Бог хочет Чтобы у меня Кто-то родился Что я могу изменить Он уже родился Только себя То есть Бог Не послал Какого-то на супруга Или супруга Они все хорошие До ЗАГСа Да? Что я могу дальше Сделать? Только себя могу Менять То есть Бог И так же Все остальное Здоровья Какое-то Бог не послал Что я могу сделать? Ну конечно Я там иду к врачу Но Если Бог решил Что эта болезнь Будет со мной всегда Она будет со мной всегда И все Что я могу сделать? Да какие-то вещи Я могу менять Но я их меняю Тоже с этим бескорыстным Чувством Они поменяются Поменяются Нет Ну нет Что я могу сделать? Что я могу сделать? То есть я Привагаю свои усилия Но я Напомню Но бескорыстный Если я получаю позитивные результаты, то что я помню? Это не я, это милость Бога и тех, кто меня окружает Я тут просто рядом стоял, свои усилия приложил, конечно А без меня бы тоже, конечно, это не произошло Но я не концептуальный, в общем-то, источник этого результата Не концептуальный А если приходит что-то плохое, то я как себя веду опять-таки? Никого не виню Не виню ни Бога, ни окружающих Понимаю, вот последствия моей деятельности пришли Последствия моей деятельности Вот это моя бескорысть И так я могу действовать спокойно Поэтому Кришна говорит нофе-внофе, Джуни Один способ только есть действовать в этом мире правильный И только один способ, как действовать в этом мире и чувствовать себя счастливым Это действовать активно, выполнять свой долг, но не наслаждаться результатами деятельности Не считать себя этим окончательным творцом Ты не Бог, ты слуга Бога Как только я себя считаю Богом, то все зависит от меня Я буду страдать У меня будут огромные проблемы, я буду несчастным Ты не должен себя считать Богом, действуя Но это не значит, что ты должен останавливаться То есть опять-таки мы к этому вернемся То есть А что, ну какую дает идею Арджун? Он говорит Я действую, все плохо Я действую, все нехорошо Что бы я ни делал, все только плохо Правильно? То есть вообще все пришло к войне Ну к дурецки Поэтому что он говорит? Надоело мне это все, я не буду больше действовать Правильно? Он говорит, все, ухожу в лес, надоело мне это все Но что ему говорят, корешки? Нет Он говорит, ты должен действовать так же активно, но сменить мотивацию Ты должен действовать не для себя Ты не должен ожидать, что напридет то, что ты хочешь Ты должен действовать, есть чувство долга Что ты обязан, что ты воин Ты должен идти сражаться Пришла война, ты должен идти сражаться Ты не должен считать себя окончательным действующим Ты должен исполнять свой долг бескористо Какие будут результаты, какие будут Иди Иди выполняй свой долг Вот каждый раз утром просыпаясь перед работой Можно об этом вспоминать Очень хочется, да? С самой школы это началось Очень хочется все дня дома остаться и поспать, отдохнуть Но каждый раз нужно вставать и исполнять свой долг Все время Все время И вот об этом, в общем-то, Бхагавадгита Что мы все время хотим начать бездействовать Мы все время хотим уйти от деятельности Но мы не хотим поменять мотив Пока мы не поменяем мотив, счастья в сердце не будет Спокойства в сердце не будет То есть пока мы не поменяли мотив, что бы мы ни делали, все это будет неверно То есть все это будет эгоистично, значит будет причинять мне боль Все это будет болезненно Вот в этом идея бхагавадгита От мотива все зависит Чем отличается убийца от воина? Мотив Мотив Мотивация Войн может превратиться в убийцу, а убийца может стать воином? Мотив Мотив Поэтому что суд рассматривает самое первое? Мотивацию рассматривает Был ли мотив? Мотив Мотив Мотив, да Мотив важно Мотив определяет кто я? Воин или убийца? Мотив определяет кто я Тут много хитростей Помните, берегись автомобиль Как его там звали? Деточки Как он хитро с мотивами манипулировал Говорят, ну у меня же хороший мотив Да? Видите как хитро? Я же ради детей ворую Тут очень много хитрого всего Поэтому вот фильм о чем предупреждают? Нельзя манипулировать мотивами С мотивом нужно разобраться Ты все равно это не для Бога делал Это был твой корысть Ты хотел быть великим боготворителем Поэтому вот В капканчике он попадал Время в время Очень серьезно Большие проблемы были Мотив то был не тот Корыстный был мотив Мотив была просто боготворительность Это не духовный мотив Недуховный мотив боготворительность Это материальный мотив То есть можно выделиться двумя способами Быть великим негодяем А быть великим боготворителем Это также материальный мотив Не факт что-то сказать, деньги там переведешь и все будет хорошо. Если деньги что-то решали, уже бы давно и неправильно воспользовались. Мы бы счастье прямо сегодня перевели. То есть, если бы деньги давали счастье, мы бы сейчас скинулись, купили счастье, выпили и все было бы хорошо. Нет, мы не можем скинуться и счастье купить. Проблема будет потом от этого счастья. Нет, мы говорим об этом, мы мотив пытаемся применять, мы о мотиве говорим. Не так просто. Они могут нам помогать, все хорошо, пусть помогают, но не решают проблему. Поэтому просто дав человеку деньги, мы не решим его проблему. Это материальные вещи. Это поможет, все хорошо на материальном уровне, но все равно в этом есть какая-то эгоистичная текст. Поэтому у него были проблемы. Поэтому и тут, видите, то есть, как все начинается? То есть Арджуна готов биться, он готов их всех убить, они его достали, реально достали. То есть, они 14 раз его семь минут мы пытались убить разными способами. Это нервно, да? Представьте, и сжечь хотели, и отравить его, и все. 14 раз его семью пытались убить, его жену, его брать, и все. Это вот любой захочет пойти и убить их, правильно? А мне бы точно захотелось. Представьте, что вас 14 раз хотят убить разными способами. И вы воин. Какие варианты вообще? Никаких вариантов. И вот Арджуна идет, никаких вариантов. У него атомная боба в кармане, все. У него лук гандива, то есть, у него меч, все. Он готов убивать все. Но маленький мотивчик не тот. Ей Кришна ставит его перед теми, перед кого он не может убить. Перед Пхишма и Дроны, перед Учителем и Дедом. И все. И он не может начать войну. Понимаете? Не может начать войну. Не может. Че ж ты не можешь? Ты же готов их буток и что всех убить? Говорит, этих не готов. Значит, мотив еще не тот. Начнем разговаривать. И начали разговаривать. Понимаете? Значит, хитришь что-то, хитришь. То есть, может, всех убью, а этих нет. Но ты пошел уже против них биться. Ты не готов еще биться? Ты не готов принять результат? Это сложно, это непросто. Это непростая ситуация. Дедушка на той стороне. Непростая ситуация. А он воином должен идти убивать. Он не может его одного не убить. Он не может убить всех, а этого не убить. Поэтому он просто вообще отказался. Не буду вообще биться. Какая сложная ситуация. Ему Кришна объясняет. Ты не решишь эту ситуацию, пока ты со своими мотивами не разберешься. Не решишь. Ты и в лесу не отсидишь. Тебя все равно там найдут. Зачищать будут лесы. В любом случае пойдут тебя там. Все равно будешь биться. Ты не сможешь сидеть, если ты увидишь военных. Ты все равно не сможешь сидеть. Ты сам военный. Ты их тоже пойдешь убивать все равно. Ты все равно, рано или поздно, в эту войну вяжешься. Ты не отсидишься. И убивать ты спокойно уже не можешь. Ты в этом месте не можешь на войну начать. Отведите меня хотя бы на пару километров влево. Там я начну. Нет, здесь начинай. Вот тут твоя проблема. Понимаете? С мотивом проблемы. Ты не готов действовать бескорыстно. Ты чего-то хочешь от этой войны. Ты хочешь, чтобы тебя потом хорошим называли. Понимаете? Что обо мне скажут и так далее. Как ты вот? Вот пришло время действовать. Как ты будешь действовать? Если проблема с мотивами, все. Все будет неправильно. Война будет неправильно. Поэтому войну остановили. Ради мотивов Аржу. Все стояли и переминались с ноги на ногу. Уже дождали пока Аржуна со своими мотивами рубилась. Не просто так. Сложная ситуация. Раньше вообще выходили сначала на поле боя главнокомандующие и бились между соперами. Чтобы всем показать, что с мотивами все ясно. Они просто выходили и бились. То есть главнокомандующий не хотел остаться в живых в результате этой битвы. Он тоже был готов умереть. И он выходил и всем это показывал. Они выходили и бились сначала один на один. И кто-то кого-то убивал. И вот тогда потом начинали биться все стороны. А сейчас в самом глубоком бункере спрятан главнокомандующий. Никто даже не знает где он. Он обычно куда-нибудь на самолет сейчас насладится и сразу летает. Его невозможно вообще назасечь. Обычно так. Ну в Америке такая система. То есть сразу на самолет и лететь куда-нибудь на Северный полюс. Чтобы никто его не мог назасечь. И лететь. А летают. А там война идет. Мотивы не те. А раньше вот он, главнокомандующий, он идет умирать. Первым. И он идет именно умирать. Потому что он все-таки уже станет главнокомандующим. Главнокомандующим. И он с другим стареньким дедушкой. Они бьются в наш мусор. И все солдаты понимают. Вот все. Вариантов нет. Вариантов нет. Поэтому сейчас и войны такие какие-то подпольные все. Подозрительные. Кто за кого, ничего не понятно. Все. Вот. Мотивы все странные. Мотивы все подозрительные. Поэтому никто воевать не хочет. А те, кто воюют, те как-то подозрительно воюют. И ничего не понятно. А вообще кто за кого? Что это? Какие мотивы? Никто точно сказать не может, кто за чего воевает. Потому уже на войну никто внимания не обращает. Заметили? Очередная война. Ну и что? Никто не обратил внимание, что там война прошла, там война прошла. Что там? 20 войн идет. А до одно временно никого не волнует. Почему? Мотивов нет нормальных. Поэтому это не война такая возня. То есть военные возятся друг с другом. Делят. А что делят? Нет. А у китайцев какие мотивы на Тилет? Вот в этом проблема, да. Что мотивация и духовность уничтожение. Реально. Уничтожение духовности. Вот это факт. То есть их как-то раздражает в духовности. Вот в этом проблема. Пусть они пока отдыхают. По себе там уже железный народ построили. Ну, много есть проблем. Не так все просто с ним. Не так все просто. Я сам служил на границе с Китаем. И все было непросто каждый день. Все было непросто каждый день. Каждый день была какая-то проблема с Китаем. Пусть он живет. Не будем его трогать вообще-то. Хоть бы у них там, сказать, экономика развивалась. Может хоть они будут заняты бизнесом. Бизнесом он как-то всех расслабляет. То есть деньги развращают. Поэтому если они будут хорошо заниматься бизнесом, они останутся для религиозной темы. Успокоятся и все у них развалится. Вся вот эта вот идея, достичь какой-то своей философской концепции, она должна по идее развалиться. Поэтому пусть у них все процветает. Пожелаем им удачи в бизнесе. Бизнес обычно все разваливает. Как только человек чувствует деньги, он забывает о Боге, о своих философских идеях. Поэтому дай Бог им побольше денег. Чем меньше денег, тем больше люди думают о философских идеях, о религии, о духовности, о Боге. Тут начинаются проблемы. Потому что об этом нужно правильно думать. А в Штатах у них там на улице? Там свои проблемы. Там свои проблемы. Не будем их трогать. Они от нас далеко. А вот эти рядом. С ними интересно. Сейчас мы посмотрим на развитие событий. Если мы меняем мотив, то нам все равно, что будет происходить в этом мире. Мы будем с правильным мотивом находить правильное решение. Потому что если будет все хорошо, наш мотив будет неправильный, то все равно все будет плохо. Потому что с неправильным мотивом все будет плохо. Если будет все плохо, у нас будет правильный мотив, все будет хорошо. Потому что правильный мотив – это решающий фактор. Хотел спросить про мотив. То есть этот момент, я понимаю, что человек сам имеет власть выбрать такой мотив или другой, но разобраться с этим мотивом помогает, что с учителем как-то проходить надо или вот этот момент? Что такое мотив? Мотив – это не то, что мы принимаем на 5 минут. Мотив – это должна быть наша хорошая привычка. То есть это должно быть уровень нашей привычки сначала, а потом это должно стать нашей сущностью. Поэтому, когда я слушаю, буквально мудрицы говорят Бхагавадгиту, это знание о мотиве, можно слушать только в приложении к своей реальной жизни. К тому, как мне жить с этим сегодня и завтра. Если я начинаю это практиковать ежедневно на мелочах, на маленьких вот этих ежедневных моих ситуациях, то этот мотив сначала становится, в общем-то, из механического он превращается в хорошую привычку, а из хорошей привычкой он превращается в мою сущность. И вот тогда проблема заканчивается. Но сначала мы на механическом уровне находимся. То есть мы это пытаемся делать, это еще не привычка, я себя заставляю так действовать. Да. А раз мы на механическом уровне, то мы должны об этом все время вспоминать. То есть мы должны контролировать свой мотив. Самостоятельно? Ну вот чем мы занимаемся. Мы принимаем Бхагавадгиту как, в общем-то, то знание, которое дает на возможность мотив контролировать. Это значит, что если я обращаюсь к Бхагавадгитам, то я восстанавливаю свой мотив. То есть Бхагавадгита восстанавливает мотив. Поэтому нужно и обращаться либо к самой Бхагавадгите, либо к тому, кто знает Бхагавадгиту. Обращайтесь к этому. И мотив будет восстанавливаться. Видите, мы вновь и вновь к ней возвращаемся. Мы не сможем обойти Бхагавадгиту. То есть это не тот трактат, который проходной. Что мы его изучили и дальше пошли. То, к чему надо возвращаться. Возвращаться каждый раз, каждый день, чтобы мотив восстанавливался. Повторять имена Бога можно по-другому? Да. Ну, любая молитва это повторение имен Бога. Просто любая молитва? Любая молитва. То есть да, если молитва состоит из имен Бога, то это молитва. Какая дема? Да. Поэтому в любой духовной практике, в любой традиции есть молитва, которая состоит из имен Бога. Поэтому это может быть Иисусова молитва, мусульманские молитвы, ведические молитвы. То есть уже в зависимости от того, какую традицию вы принимаете для себя, нужно взять молитву, которая состоит из имен Бога. Чем больше, тем лучше. Говорится, непрестанно, апостолы говорят, непрестанно. Молись непрестанно, буквально. Все традиции говорят, молись непрестанно. То есть она должна быть некоторым дыханием, некоторой сущностью. Также веды говорят, есть только два правила духовной жизни. Всегда помните о Боге, никогда Его не забывайте. Поэтому молитва это некоторое дыхание души, дыхание сердца. Есть дыхание тела, а есть дыхание души. Поэтому молитва должна быть таким же вот естеством. Поэтому, конечно, речь не идет о минутах, о днях. Речь идет о естестве. Как мы дышим, мы даже не задумываемся, что мы дышим. Также и молитва это некоторое состояние в сознании. Как мы говорили, то есть сначала это механический уровень. То есть нужно сначала как-то входить в это состояние, выходить. Потом это становится хорошей привычкой. Потом это превращается в мое дыхание. Когда ничего кроме молитвы нет, нужно быть сосредоточенным и только на молитве. А когда вы делаете что-то другое, то вы делаете что-то другое. А молитва как дыхание нет. Но она все равно есть, все равно помнит. Это духовность. То есть духовность это не дешевка. Это не то, что я... Знаете, как у нас делают перед храмом. То есть он причесался, платочек одел. А сделал правильное выражение лица, фактически святое. Зашел, так сказать, поклонился. Вышел, быстро все спрятал, там стер. Покурил и пошел дальше. Испытания, знаете, некоторые. Это как в самолете. Мне это похоже на людей, которые в самолете. Там написано, курить нельзя. Курить нельзя. И вот они в самолете там 14 часов не курят бедные. Знаете, такие лица все несчастные. И также можно увидеть в храмах то же самое происходит. Люди должны там очень простоять, и они мучаются. Ну когда же, давайте уже быстрее уже. Все, все, все. Ну конечно все это, механические вещи, они не являются очищающими. Большого результата от этого не будет. Не получится. То есть это все равно, что знаете, я одел халат врача и стал врачом на это время. Нет. Я должен быть всегда врачом. Или я одел боксерские перчатки и стал боксером. Нет. Точно так же, если я платочек одел, я не стал врачом человеку. Можно и без платочки быть врачом. Это должно быть в сердце. В сердце. Вот тогда уже все только усилит. Тогда уже и храм усилит, и молитву усилит. Все это уже можно усиливать бесконечно. Но если это просто дань традиции, дань года, ничего не получится. Результат будет нулевой. Нулевой. Абсолютно ничего не будет. Никаких изменений. Никаких. Поэтому не больше одного процента серьезных верующих людей в любой традиции. Не больше одного процента. То есть, 99% это механический везде так. Только один процент реально начинают серьезно следовать традиции. То есть, менять себя изнутри. Не внешне, а изнутри. Не внешне, а изнутри. Так везде. Сколько серьезных велосипедистов из всех велосипедистов. Точно так же. Не мир серьезности. Тут все хотят легкости. Тут все хотят, чтобы все было легко, просто. Игра, расслабляющая музыка. Ничего от тебя не просили, не требовали. Чтобы я просто расслаблялся, оживательно лежу. Все хотят легкости. Но выход только через серьезность. Только через серьезность. Разобрались? Разобрались. Хорошо. Спасибо большое. Человек. Хочется. Человек. Продолжение следует...